Итак, здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Medical Fitness и я, ведущий, Крафт Сергей. Сегодня мы поговорим с вами о профилактике грыж. Допустим, у вас есть грыжа, допустим, вы ее залечили, вы не испытываете больше болей, вы, соответственно, хотите, чтобы она и дальше вас не беспокоила. Вы ответственный пациент, вы молодец. Ну, в общем, смысл такой, что нужно вести постоянно профилактику грыжи. Как это будет выглядеть? Вы раз в полгода минимум должны, во-первых, проходить массаж. Лучше делать пару общих массажей и делать массаж спины обязательно. Массаж может быть классическим. Значит, далее, тракция обязательно должна присутствовать. Тракция тоже раз в полгода вы должны ложиться на тракционный стол, чтобы вытягивать ваши позвонки, чтобы минимизировать вот это вот сжатие, в общем-то, внутри них. Далее, вы должны обязательно в течение всего года делать как минимум лечебную физкультуру. Данная процедура необходима для того, чтобы сохранять тонус ваших мышц и, соответственно, компенсировать ежедневные те нагрузки, которые вы получаете. Вот. Значит, вы по возможности должны отказаться от осевых нагрузок. То есть, все, что я беру какой-то вес, да, я вынужден его удерживать. То есть, все-таки, женщинам рекомендация до 5 килограмм, тяжелее 5 килограмм. Желательно ничего не поднимать. Вот. Соответственно, мужчинам рекомендация свыше 10 килограмм ничего не поднимать в плане осевой нагрузки. Вот. То есть, все ваши тренировки, там, качание, бицух и так далее, оно должно проводиться в строгой изоляции. Не нужно, в общем-то, если вы, ваша цель не спорт, не нужно себя подвергать дополнительному риску. Следующее. Следующий вопрос немножечко такой спорный, но лично мое мнение, что профилактически нежелательно ходить на мануальную терапию. Как бы вас не зазывал ваш врач-мануальный терапевт. В общем, для профилактики мануальная терапия не очень сильно подходит, потому что, возможно, образование хронических подвывихов, если вы будете постоянно щелкать. То же самое относится, когда люди делают резко движение головой, чтобы себя щелкнуть, как-то там самостоятельно ложатся на кресло, или, в общем, делают другие какие-либо упражнения, чтобы вот эти вот щелчки возникли в спине. Они чувствуют облегчение. В общем, делать этого категорически, категорически не стоит. Даже если это вызывает облегчение. Поверьте мне, это облегчение, оно имеет такой несколько временный характер. Вот в моей практике был мой коллега, когда я работал тренером. У меня был коллега, который аж разбегался. В общем, как-то он там немножечко разбегался. В общем, прыгал на ковер спиной, чтобы у него вот эти функциональные блокады устранились. В общем, никаких таких экспериментов над собой ставить не стоит. И не стоит позволять тренерам как-либо вас хрустеть. Все это может со временем вызвать хронические подвывки и усугубить вашу грыжу. Также, если грыжа особенно по вздошному отделу, вам следует избегать ротации. Это вот таких вот различных поворотов, упражнений с этими поворотами. Это может привести к ущемлениям, тем более ротации с нагрузками. Когда вы там что-то взяли, переставили, да, даже в быту, следите за этим, чтобы такого не было. Для профилактики грыжи, еще раз повторюсь, достаточно вот этих мероприятий. Еще вы можете хондропротекторы пропивать, можете их пропивать полгода, год, ничего страшного не будет. Это тоже очень хорошая такая профилактика в целом здоровья ваших суставов. Я желаю вам здоровья, и чтобы вас не беспокоили ваши грыжи. С вами был Medical Fitness, Кравцев Сергей. Всего доброго, не забудьте подписаться. Субтитры сделал DimaTorzok